Всем привет! Сегодня, как и обещала, я расскажу, как приготовить вкусные чевапчичи дома. И будем их готовить с соусом, айваром и лавашом. В разных странах Балканского полуострова чевапчичи готовят из различных видов мяса. Из говядины, баранины или же свинины. Для приготовления чевапчичи я взяла 50% говядины и 50% свинины. В прежние времена мясо для чевапчичи рубили просто ножом. Теперь же мясо рубят в центробежных измельчителях. Это либо блендер, либо кухонный комбайн. Вот и я сейчас нарезаю мясо примерно одинаковыми кусочками, чтобы затем пробить его в кухонном комбайне. Измельчив мясо в кухонном комбайне и говядину, и свинину, я складываю все в одну большую миску. Теперь добавляю соль, добавляю черный молотый перец. И в идеале надо бы добавить красную молотую паприку, которую очень любят на Балканах. У меня ее не было. В фарш также нужно добавить луковицу и чеснок. Я их также размолю на комбайне до кашицеобразного состояния. Все-таки кухонный комбайн очень необходимая вещь на кухне для каждой хозяйки. И теперь выкладываем перемолотый лук с чесноком в фарш. Теперь же нужно все хорошенько вымесить. Фарш для чевапчичей месяц долго, как тесто, в течение 20-30 минут. И я решила провести небольшой эксперимент. Некоторые пишут, что в фарш для чевапчичей добавляют соду, некоторые добавляют вместо соды минеральную воду. Я проведу небольшой эксперимент. Я разделила фарш пополам. В одну половину я буду добавлять минеральную воду, во вторую половину я буду добавлять соду. Сейчас я добавляю минеральную воду. Минеральная вода должна быть холодная. Вымесив фарш, накрываем его пищевой пленкой и ставим в холодильник на 2-3 часа, чтобы фарш стал более вязким. Для второй половины мяса я заранее погасила соду кипятком и остудила до холодного состояния. Можно также гасить соду уксусом. Вливаем охлажденную воду с содой во вторую половину мяса и тоже хорошо вымешиваем. И затем ставим в холодильник. Хочу сказать, что вряд ли я вымешивала полчаса. Я, конечно, время не засекала. Но фарш должен стать вязким. Первую партию колбасок чевапчичей из того фарша, который с минеральной водой, я буду делать с помощью насадки для мясорубки. Но с мясорубкой получилось у меня неудачно. Поскольку чевапчичи делаются без оболочки, то при выходе из насадки колбаска ломается. Поэтому мне пришлось отказаться от помощи мясорубки. И я использовала только лишь одну насадку, проталкивая фарш руками. Вот так это выглядит. В принципе, можно использовать обрезанную пластиковую бутылку. Будет то же самое. Главное, чтобы выдавленная колбаска сразу же ложилась на доску, чтобы она не ломалась. Да, конечно, занятие это трудоемкое. На балканах для приготовления чевапчичей используют специальную машинку для выдавливания колбасок. Но чем удобно, что можно приготовить таких колбасок много. Из одного килограмма фарша у меня получилось две вот таких полных доски чевапчичей. И часть, которые вам сегодня не нужны, просто заморозить в морозилке. Вторая партия чевапчичей у меня с содой. И теперь я уже отказалась от помощи насадки для колбасок и леплю просто руками. И этот способ оказался гораздо быстрее и удобнее. Вспомните детство, как вы лепили колбаски из пластилина. Все то же самое. Получаются практически такие же чевапчичи. Жарим колбаски на сковородке гриль. Слева две колбаски с содой, справа две с минеральной водой. Ну а пока займемся соусом айвар. Для приготовления соуса айвар нужно запечь овощи либо в духовке, либо можно сделать, как я это сделала, в микроволновке. Это гораздо быстрее. Баклажан я просто надрезала, чтобы он не лопнул при запекании. Чеснок положила дольками, но не очищенный. И перец болгарский. Поставила перец болгарский для запекания на полную мощность на 3,5 минуты. Но хочу сказать, что этого оказалось немножко недостаточно для перца. Надо было ставить минуты на 4,5, я думаю. После запекания тарелку с болгарским перцем я положила в целлофановый пакет, чтобы перец пропарился. Аналогично ставим баклажаны в микроволновку вместе с чесночными дольками. А вот для баклажан 3,5 минут вполне хватило. Они у меня были небольшие. Печенные баклажаны также ставим тарелку в целлофановый пакет, либо я просто накрыла крышкой для микроволновки. Ну и, конечно же, чевапчичи подают с маринованным луком. Лук надо очень тоненько нарезать и залить маринадом. Одну луковицу заливаем половиной стакана холодной воды, добавляем 1 чайную ложку лимонного сока либо яблочного уксуса и 1 чайную ложку сахара. Вот такой рецепт. И пусть постоит полчаса. Этого достаточно. Болгарский перец у меня остыл. И я начинаю счищать вот эту тоненькую шкурочку. Вот я почему сказала, что немножко я его не додержала в микроволновке. В некоторых местах шкурочка плоховато очищается. И если у вас есть время, вы можете запекать перцы и баклажаны в духовке почти до обогливания. Это примерно полчаса. А вот баклажан у меня прекрасно очистился. Просто ложкой я выскребила всю мякоть баклажана. Очищаем также чеснок. И в принципе, вы можете добавить красный острый перец. Кусочек небольшой. Я не добавляла. Острота айвара Это на любителя. Так поступаем со всеми пятью зубчиками чеснока. Рецептов айвара на Балканах великое множество. Его также многие делают с добавлением помидор. Добавила я также зелень базилика. Базилик я просто обожаю. И выращиваю дома на подоконнике. Теперь все закидываю в кухонный комбайн. И просто перемалываю. Можно сделать это с помощью блендера. Сюда же я добавила столовую ложку оливкового масла и чайную ложку лимонного сока. И поскольку красный горький перец я не добавляла, я добавила черный молотый перец. Жарила колбаски по 10 минут с каждой стороны. И теперь дегустируем. Приготовленные с содой колбаски получились пышнее, нежнее и сочнее. А вот приготовленные с минеральной водой немножко даже суховаты. Для подачи чевапчичей на Балканах подают питу. Но у меня лаваш. Тоже неплохая замена. Можно подать чевапчичи с айваром, помидорами, мариновным луком. А можно сделать прорезь в лаваше, намазать айваром, положить туда чевапчичи, посыпать мариновным луком. Получится вкусный, настоящий фастфуд. Такую лепешку со вкусными чевапчичами можно завернуть в пакет и взять с собой для перекуса. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите первыми узнавать о новых видео, нажимайте на звоночек оповещения. Готовьте дома с удовольствием вкусные рецепты моего канала. И переходите на мой сайт, ссылочка в описании, где вы найдете еще больше вкусных рецептов.